Так, всем привет! Я записываю диалог в попыхах, я только что из ванны, я ещё даже не высушилась, потому что если я высушусь, то уже будет время позднее, надо будет укладывать ребёнка спать, поэтому у меня не будет времени записать диалог. А сейчас пока ещё мокрая, всё самое ещё не высохло, то можно что-нибудь сделать. Итак, вопрос в ютубе. А как клинить прозрачный диалог? Вот вопрос в ютубе. Видно его? Ни хрена не видно. Ну и ладно. Короче, посмотрите, в ютубе там видео, называется Клинк, как вкратце по звукам. Как клинить по звуковой вкратце, под ним написали только что в видео, 16 минут назад буквально. Просто такие вопросы уже не раз приходили, это самое, и давайте сразу разберём пример. Примячик будет Аназаки, это будет одна из будущих глав. Ну, конечно, там тут не облачко с текстом, но в принципе ситуация похожа, да, то есть как у нас есть текст, который прям налипнут на задний фон, на заднюю картинку, цветочек там будет сзади. Цветочки, кстати говоря, такие сложные, на самом деле довольно-таки легко клинятся, потому что они довольно-таки непонятные формы, и там довольно-таки, ну, ты просто как влипнул что-нибудь, и получилось у тебя всё. Так вот, значит, первый шаг, что надо сделать. Нужно перевести и сделать Type. Клик, сделали, отлично. Type у нас это самое. А водочку пожирнее делаем, чтобы не видно было наши эти буквы японские как можно меньше. Здесь я ещё вижу, что у меня этот самый, как называется, расстояние между букв, между строчками у меня довольно-таки большое, его можно делать поменьше. Вот здесь, вы, наверное, не видите, сейчас секундочку пониже стила, вот так вот. Тут вы видите, да, уже. Сейчас проверю, видите, вы не видите, видите. Вот, вот здесь у нас есть такая штукенция, это расстояние между строчек. Оно стоит на автомате, как бы автоматически ставится, то есть автоматически для данного размера, для данного штайта, для этого 48, не знаю, там, может, даже 49 пунктов примерно. Это расстояние между строчек. Здесь мы, значит, делаем немножко поменьше, меньше, чем 48. Значит, размеры шрифта 48, значит, это самое. 48, это у нас будет какой? Точно такой же и остался, да? А, потому что я сейчас в режиме редактивнее текста нахожусь. Секундочку, надо выйти из него. Кликаем сюда, просто-напросто на этот слой. Теперь кликаем здесь 48, Enter. О, уже немножко слиплись эти самые строчки. Слиплись, когда сильно слиплять их не нужно, это будет как-то не очень себя почистом смотреться. Ну, вот, 51, 50, ну, 50 пускай, да, мало будет. Можно это дело немножко порасширить вот таким вот образом. Конечно, это самое, нежелательно искажать наш шрифт, но надо сделать так, чтобы он пропорции сохранял. Я, допустим, сделаю следующим образом. Я сделаю вот так, и, возможно, его просто-напросто пару строчек добавлю, да? Давайте побольше немножко сделаем. Вот так. Упс, блин, не люблю я эту штукенцию. Так, хватило с шрифтом, чтобы это самое пропорционально все разделось. И здесь еще перенесем вот это словечко. Вот, это сделаем высячу пунктуацию. Здесь тоже у нас кавычки, но нельзя высячу пунктуацию, не забыть про это. Ну, в принципе, вот таким вот образом мы это здесь и оставим. Вот, супер. Этот слой я случайно создала, я его удалю. Вот, на слой фон. У меня есть слой японский. У меня оригинал сохранился. И на слой фон я теперь буду чистить. Берем штампик. Но можно штампик, можно пройти-то, сама заплатка. Я сейчас не хочу заплатка заморачиваться, потому что... Ну, давайте посмотрим, что будет с заплаткой, если заморочимся. Так, у меня размер четвертый. Сейчас, секундочку. Недавно. Я постоянно пытаюсь это выучить, как это делается. Правой клавишей. И что-то у меня не получается. Альт правой клавишей. Вот. У меня получилось. Это размер. Зажимаете клавишу Альт и правой клавишей к мышке. Вводите вправо-влево, меняется размер. Вверх-вниз меняется эта самая жесткость нашей кисточки. Вот. На самом деле, это очень крутая штукенция. И я постоянно забывала, какое конкретное движение это надо было делать. Вот, теперь я все вспомнила. Один раз попробовала, должно получиться. Делаем заплатку. Не такую, конечно, огромную. Так, делаем меньше. Вот такой размер, по-моему, да. Я надеюсь, на видео было все-таки видно, что я там делала что-то. Если нет, то извините. Ну, короче, там какой-то красный кружочек, это самое. Он все больше и меньше остановился. Вот. Так, теперь давайте замазывать. Раз, замазала. Их, как-то некрасиво замазывать, да. Их. Ну, в принципе, в данном случае, что под этими буквами, он там, да, еле-еле выскакивает, то это, в принципе, не особо-то и важно. Можно хоть так даже заплатку за это самое заковырять, хоть как-нибудь. Выглядит это будет вот таким вот образом. Отвратительным, просто отвратительным. Но так тоже можно сделать. Давайте немножко покрасивее сделаем. Возьмем все-таки этот самый штампик. Возьмем штампик, побольше. Сейчас, секундочку. Альт, правой клавиши и побольше. Вот такой примерно. Нет, это слишком большой. Так, тренируемся. О, получилось. Хватаем здесь, значит, кусочек розочки. Кстати говоря, здесь у нас есть розочка и вот эта розочка. И они, кстати говоря, идентичные. Если посмотреться, то они, ну, может быть, не совсем идентичные, но очень они друг с другом похожи. Можешь взять просто на просто отсюда кусок. Отсюда берем кусок. Сюда его так вот вставляем. Тык, и поехали дальше высовать розочку нашу. Вот она, наша розочка. Мы ее с этой самой, с правой части срисовываем просто на просто и вот сюда вставляем. О, вуаля, розочку мы вставили. Можно даже чуть пониже вот этот лепесточек вставить. Вот здесь у нас розочка как бы по-другому немножко. Давайте отсюда, вот отсюда кусочек возьмем и вот так вот по границе розочки пройдемся. О, тут еще вот так вот. А, кстати говоря, что я забыла, это сделать штампик более мягкий. Да? Сейчас, давайте по новой. Вот отсюда начинаем. Возьмем штампик, делаем помягче немножко. Делается мягкость вообще? Делается. А, Бусик, я видео записываю. Ты можешь, пожалуйста. Так, как? Вот так. Мягкость и размер теперь. Вот такой размер. Все, супер. Клик сюда. Клик сюда. И поехали. Вот так у нас границы будут более размытые и не будет такого жесткого перехода. Не будет так ярко видно, что у нас там, что мы с штампиком работали. Берем отсюда. По границе вот так пройдемся. Все, супер. Здесь у нас что? Черник, я думаю, тут можно убрать. Это лишнее. А вот тут рядом с розочкой можно вот с ручкой отсюда, допустим, взять. Там все равно не видно, какие конкретные цветы должны быть. Поэтому просто берем и так вот, чик-чик-чик. И увидим, как его. Просто-напросто смотрим, какие кусочки экипотского текста у нас просвечивают вот те и закрашиваем. Ну, просто каким-то непонятно чем. Вот таким вот делом. Берем, закрашиваем это все, закрашиваем, закрашиваем. Здесь это самое, не совсем нужно непонятно чем закрашивать, потому что здесь у нас видно большой кусок. Влицать такой с текстурой такой коричневой, сероватой такой. Вот эту текстурку нужно взять, сейчас поменьше, вот так вот, да? Её берём и её вот так вот сюда отштампуем, в эту сторону. Чик. Отштампуем немножечко, здесь дорисуем. Вот этот листочек можно дорисовать, упс, не туда поставила. Тык, 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 вот так вот. Листочек мы так отрисуем, отштампуем, вот так отштампуем, тут отштампуем, здесь вот это чуть повыше, вот так. Здесь вот лепесточек как бы вот так сделать. Ну, вот так примерно, если я сделаю. Эх, не особо получается. Ну, можно еще пальчиком замазать. Я для пальца сделала это самое с, как он называется, шотка, сколько это называется по-русски. Короче, клавиши, вот. Я теперь буковка Н, это беру палец сразу же. Так, буковка С, берем штампик. Но это у нас не по стандарту, хотя говоря. Поставить палец у пальца, у инструмента пальца вот этого, у него нет никакого, никакого горячей, никакой горячей клавиши. Блин, я уже устала, я заекаюсь. Ну, короче, вот таким образом мы все это делаем. Сейчас побольше немножко, чик, чик, побольше, отсюда, так, тук-тук-тук-тук. Это мы все вот так беленьким замазываем. Это у нас будет вот так замазываться. Это вот так. Это вот так. И вот так. Где-то там заканчиваются цветочки. Ну, думаю, где-то в этом месте заканчиваются. Да, надеюсь, какое-то место будет выходить, но мы его не делаем. Так, что можно делать дальше? Можно взять эту самую обычную кисточку, можно ей подрисовать. Я записываю видео, если что, пить тут. Упс, Ctrl-Z не так. Вот так, что ты... А, я поняла, что ты делаешь. Иначе будет задний фон. Так. Подрисовали. Пальцем размазали, чтобы это было не такое четкое все у нас тут. Вот так. И все. Цветочек один готов. Здесь можно, в принципе, тоже цветочек сделать, а можно вот так вот сделать. И работа тут ничего не должно быть. Так. Здесь у нас буковка К, я вижу, просвечивает. Ее мы будем сделать отсюда. И вот так. Задний фон у нас... Ну, почти все закрыл. Коробки справа, слева видны. О, вот так. Супер. Спасибо. Так. Берем отсюда. Здесь еще парочку букв у нас видно. Здесь на что? Если вы не понимаете, что у вас там за этими буквами происходит, выключаем их и смотрим. Ага. Деташечку, хотя можно тоже поубирать, потому что некрасиво выглядит, да? А здесь на что происходит? У нас тут получается у нас такой же пьедестал. То есть цветочки сверху, тут у нас пьедестал. И пьедестал, в принципе, уже более-менее такая фигура более предсказуемая. Ее можно просто-напросто дорисовать. Берем, значит, отсюда снизу кусок и начинаем штамповать наверх. Вот таким вот образом. Берем... Так, секундочку. Поменьше размер. Вот такой поменьше размер. И штампуем палку вверх. Палка, палка, палка. Примерно дает два места. Здесь палка вверх тоже отштамповывается вот таким вот образом. Так-так-так-так-так-так-так. Вот до сюда. Здесь у нас контейнер наш. Тык-тык-тык. Вот так. Это мы отштампуем обратно. Это мы штампуем... Как это бы сделать-то? Ну, как-нибудь... Вот так, да? Здесь текстурку отштампуем сейчас. А штамповать текстурку проще таким образом. Убираем здесь галочку выравнивая. Клик. Прихватаем, значит, начальную нашу точку... Ну, как его штампиком вот здесь. Взяли, схватили точку. И теперь просто-напросто тык-тык-тык-тык-тык. И каждый раз, когда мы тыкаем, он берет, каждый раз пановует эту точку. Видите, у меня плюсик здесь поставился. Вот я еду с этим плюсиком. Вместе с ним. Как только я отпускаю мышку и сделаю снова, зажимаю, то у меня плюсик возвращается на то же самое место, откуда я начала... Откуда я взяла первую свою точку начально. Помните, ну, понимаете, как это работает? В общем, вот эта штукенция этот выравнивала, убирает. Вот так мы отштампуем всю текстурку, которая нам нужна. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Не знаю, как много должно быть. Вот это дело мы стираем просто-напросто. Вот так вот стирается. Это все тут нам не нужно. Так, текстурку отштампуем еще вот тут сверху. Здесь какая-то... Так, ну, где-то вот так идет. Вот посюда, да? Здесь у нас... Здесь уже надо вернуть наш выравнивание, потому что здесь мы пойдем вверх это самое тащить линию и буду отпускать. И хочу, чтобы он ехал за мной. Вот так вот. Отштампуем вот эти вот две линии. Тык-тык-тык-тык. Штампуем, штампуем. Мы тут все отштампуем. Видите, ах, подолго получается. Но я думаю, вы понимаете, почему. Ладно, я даже ускорять не буду, потому что у меня, вероятно, совсем нет времени на это самое на монтаж видео и так далее. Мне бы Мангу переводить бы. Мне бы что-нибудь еще сделать из своего, из своих делишек. Но я сижу, отвечаю на ваши вопросы, потому что хочется как-то действовать. Так. И здесь еще пару текстурок. Тык-тык-тык. Здесь у нас вот такой цветочек поставили. И, в принципе, я думаю, на этом и все. Закрываем. Включаем наш текст и смотрим, что у нас там вылезает, что не вылезает. Вот здесь видно, что не хватает полоски черной. Берем кисточку. Так, кисточка такая. Так, секундочку, давайте выключим. Еще кое-что, чему я научилась. Сейчас пока тоже научу. Во-первых, давайте поменьше сделаем. Поменьше вот такого размера. Да? Ну-ка. Да, еще меньше. Еще меньше. Вот такого. Эх, потонь, побольше. Тик. Тик. О, три. О, супер. Смотрите, зажимаем, ставим точку здесь. Точка здесь. Потом зажимаем. Отпустили ручку. Поставили точку здесь. Отпустили руку у вас какая-то с мышки. Зажимаем клавишу shift. Едем до угла. Тыкс. Едем здесь до угла. Shift зажимаем. Тык. Тыкаем мышкой. Еще раз shift зажимаем. Тыкаем сюда мышкой. И вуаля, у нас получились ровные линии. Круто, да? Вот чему я учусь тут. Горячими клавишами различными. Вот. Ну, в принципе, ничего так. Да? Ну, и сойдет. Дальше что? Вот здесь у нас кусочек небольшой торчит. Его можно заштамповать. Тут у нас как вот цветочек такой, типа, как подсолнышко небольшого. Можно кусочек отсюда взять его. И вот так его дальше даже отсюда вот так вот примерно. Да, вот. И его вот так вот отштамповать вот сюда. Эта полоса такая ровно нам тут не нужна. Конечно же, мы ее как-нибудь вот так вот отштампуем. Во. Все. Готово. И вот примерно в таком же самом духе вы делаете все остальные прозрачные облачка и прочие вот эти штукенции. Вот здесь то же самое. Сначала ставьте текст. И потом все, что вылезает из-под этого текста, вы вот так вот аккуратненько отштамповываете. Здесь то же самое будет. Здесь то же самое будет. Надо, если бы это японское название мы не удаляем, мы ее оставляем. Здесь то же самое будет. То есть все вот в таком духе. Так. Все. Спасибо за внимание. На сегодня такое краткое видео заканчивается. Продолжение следует.